И как оказалось, как узнала я из этой книжки, что оказывается, они долетали даже до Каннска и до Енисейска. Представляете, вот эти вот, казалось бы, теплолюбивые птицы, но вот у нас тоже гнездились, поэтому посмотреть их в какой-то мере можно. Вот такую вот интересную и полезную информацию можно будет сегодня узнать здесь, в Краснодарской краевой молодежной библиотеке, ну, практически весь день, наверное, до самого окончания. Здесь будут идти различные мероприятия, о которых мы у Маргариты Русаку знаем, VR-менеджер. Ну, давайте с самого начала. Почему, как было выбрано, как вы решили присоединиться к этому Всероссийскому дню и чем порадуете сегодня гостей? Ну, вообще-то Всероссийский библиотечный день знаний. Мы решили к ней присоединиться, потому что все-таки у нас есть уникальные столбы, да, заповедник, и как бы мы многое можем на самом деле рассказать и показать, есть еще и литература. Поэтому сегодня мы ждем всех желающих нам в библиотеке. В час дня у нас пройдет встреча со специалистом отдела просвещения и познавательного туризма Красноярского заповедника столбы Александр Иковаевич, который познакомит как раз-таки с данным заповедником. И после данной встречи вы узнаете о том, что действительно наши красноярские столбы – это чудо Сибири. В три часа дня у нас будет в дискуссионной площадке «Короткий метр», которая есть на базе нашей библиотеки, проходить фильм, документальный фильм «Дыхание тундры». То есть там нет слов, но на самом деле, когда смотришь эту короткометражку, да, создаёт такое впечатление, что ты прямо окунаешься в эту природу. И мы объявляем фотоконкурс совместно с Крымской республиканской библиотекой «Дыхание – это природа» на фотографии Красноярского края. То есть люди, которые занимаются фотографией, любят фотографировать, мы предлагаем вам сфотографировать достопримечательности Красноярского края. В итоге станет большая выставка. У нас здесь это крымской природы и достопримечательности Крыма, а в Симферополе выставка Красноярского края, так что можно ещё и прославиться. Слушайте, ну очень здорово, но я думаю, что, естественно, коль скоро мы находимся в библиотеке, и книги в том числе будут у нас центральными, так сказать, героями. Вот мы уже здесь некоторые показали нашим зрителям. Давайте так, может быть, вкратце ещё расскажем, что они смогут здесь почитать, кроме той красной книги, которую я уже полистала немного. Ну, на самом деле здесь можно посмотреть и про роев ручей, и про природу Красноярского края. Есть очень уникальная, хорошая книга «Енисей», называется «Енисей. Река Сибирская». То есть очень много всего, но это на самом деле надо смотреть, потому что это не только Красноярский край, это вообще наша природа, сибирская. Но я так понимаю, что не только, наверное, совсем молодёжь ждёте, наверное, ограничений особых нет по возрасту? Нет, ограничений особого, конечно, нет по возрасту, поэтому мы ждём всех желающих, для кого интересна данная тема, кто хотя бы вообще познакомится, например, с тем же заповедником Столбы и узнать, что значит «лазить по Столбовски», к примеру. Вот, поэтому всех ждём в час дня в нашей библиотеке по адресу улица Пионерская Правда, 3А. Спасибо большое ещё раз. Ну вот мы так вам буквально вкратце рассказали, но, конечно же, события будут сегодня более насыщенные. И почитайте, и посмотрите, и послушайте много чего интересного, тем более действительно погода у нас так немножечко разнится, но я думаю, что потом, в завершении, узнав побольше о Столбах и, в принципе, о нашей природе, можно будет сходить и всё это воочию посмотреть, сфотографировать, и, может быть, потом в том числе в библиотеку принести, здесь какую-нибудь выставку обязательно организуют. Ну а чтобы точнее понять, как же одеться, насколько тепло, посмотрите обязательно погоду. Субтитры создавал DimaTorzok